Я читаю восьмую главу из третьей книги царств. Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, главпоколений сынов Израилевых, к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афаниме, который есть седьмой месяц. И пришли все старейшины Израилевы, и подняли священники ковчег, и понесли ковчег Господень в Скинию собрание и все священные вещи, которые были в Скинии, и несли их священники и левиты. А царь Соломон и с ним все общество Израилева, собравшиеся к нему, шли перед ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить по множеству их. И внесли священники ковчег завета Господня на место его в Давир храма, во святое святых, под крылья херувимов. Ибо херувимы простирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его, и выдвинулись шесты так, что головки шестов видны были из святилища перед Давиром, но не выказывались наружу, они там и до сего дня. В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исшествии их из земли египетской. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки. И обратился царь лицом Своим и благословил все собрание израильтян, все собрание израильтян стояло. И сказал, благословен Господь Бог Израилев, который сказал своими устами Давиду, отцу моему, и ныне исполнил рукою своею. Он говорил, с того дня, как я вывел народ мой Израиля из Египта, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых, чтобы построен был дом, в котором пребывало бы имя мое. И избрал Давида, чтобы быть ему над народом моим Израилем. У Давида, отца моего, было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему, у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это лежит у тебя на сердце. Однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чресл твоих, он построит храм имени моему. И исполнил Господь слово свое, которое изрек. Я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилевым, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога Израилева. И приготовил там место для ковчега, в котором завет Господа, заключенный им с отцами нашими, когда Он вывел их из земли египетской. И стал Соломон перед жертвенником Господним впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу и сказал. Господи Божий Израилев, нет подобного Тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою, всем сердцем Своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему, что изрек Ты устами Твоими, то в этот день совершил рукою Твоею. И ныне, Господи Божий Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил Ты ему, сказав, не прекратится у Тебя пред лицом моим сидящий на престоле Израилевым, если только сыновья Твои будут держаться пути своего, ходя предо мной так, как Ты ходил предо мною. И ныне, Божий Израилев, да будет верно Слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду, отцу моему. Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил. Но призри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Божий мой, услышь воззвание и молитву, которую раб Твой умоляет Тебя ныне. Да будут очи Твои отверсты на храм этот день и ночь, на это место, о котором Ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб Твой на этом месте. Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте этом. Услышь на месте обитания Твоего на небесах. Услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего Твоего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы приведут преджертвенник Твой в храм сей, тогда Ты услышь с неба и произведи суд над рабами Твоими. Обвини виновного, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда народ Твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил перед Тобою, и когда обратятся они к Тебе и исповедуют имя Твое, и будут просить и умолять Тебя в этом храме, тогда Ты услышь с неба и прости грех народа Твоего Израиля, и возврати их в землю, которую Ты дал отцам их. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешат пред Тобою, и когда помолятся на месте этом и исповедуют имя Твое и обратятся от греха своего, ибо Ты смирил их, тогда услышь с неба. И прости грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти. И пошли дождь на землю Твою, которую Ты дал народу Твоему в наследие. Будет ли на земле голод, будет ли моровая язва, будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь, неприятель ли будет теснить его в земле его, будет ли какое бедствие, какая болезнь, при всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе Твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце Своем и прострут руки Свои к храму Сему? Ты услышь с неба, с места обитания Твоего, и помилуй, соделай и воздай каждому по путям его, как Ты усмотришь сердце его, ибо Ты один знаешь сердце всех сынов человеческих. Чтобы они боялись Тебя во все дни, доколе и живут на земле, которую Ты дал отцам нашим. Если и иноплеменник, который не от Твоего народа Израиля придет из земли далекой ради Твоего имени, ибо и они услышат о Твоем имени великом, и о Твоей руке сильной, и о Твоей мышце простертой, И придет он, и помолится у храма этого, услышь с неба, с места обитания Твоего, и сделай все, о чем будет взывать к Тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя Твое, чтобы боялись Тебя, как народ Твой Израиль, чтобы знали, что именем Твоим называется храм этот, который Я построил. Когда выйдет народ Твой на войну против врага своего путем, которым Ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который Ты избрал, и к храму, который Я построил имени Твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред Тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и Ты прогневаешься на них и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую. И когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться Тебе в земле пленивших их, говоря, мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны. И когда обратятся к Тебе всем сердцем своим и всей душой своей в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться Тебе, обратившись к земле своей, которую Ты дал отцам их, к городу, который Ты избрал, и к храму, который Я построил имени Твоему, Тогда услышь с неба, с места обитания Твоего молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу Твоему, в чем Он согрешил перед Тобою, и все проступки Его, которые Он сделал пред Тобою, и возбуди сострадание к ним, в пленивших их, чтобы они были милостивы к ним. Ибо они народ Твой, и Твой удел, который Ты вывел из Египта, из железной печи. Да будут очи Твои отверсты на молитву раба Твоего и на молитву народа Твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать Тебя. Ибо Ты отделил их себе в удел из всех народов земли, как Ты изрек через Моисея раба Твоего, когда вывел отцов наших из Египта, владыка Господи. Когда Соломон произнес все сие моленье и прошение Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господня, руки же его были распростерты к небу. И стоя благословил все собрание израильтян громким голосом, говоря, «Благословен Господь, который дал покой народу Своему Израилю, как говорил. Не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов Его, которые Он изрек через раба Своего Моисея. Да будет с нами Господь Бог наш, да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его и соблюдали заповеди Его и уставы Его и законы Его, которые Он заповедал отцам нашим. И да будут слова эти, которыми я молился перед Господом, близки Господу Богу нашему день и ночь, чтобы Он делал, что потребно для раба Своего и что потребно для народа Своего Израиля изо дня в день, чтобы все народы познали, что Господь есть Бог и нет кроме Его. Да будет сердце ваше вполне предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне. И царь, и все израильтяне с ним принесли жертву Господу. И принес Соломон в мирную жертву, которую принес он Господу, двадцать две тысячи крупного скота и сто двадцать тысяч мелкого скота. Так осветили храм Господу царь и все сыны Израилевы. В тот же день осветил царь среднюю часть двора, который перед храмом Господним, совершив там всесожжение и хлебное приношение и вознесший туг мирных жертв, потому что медный жертвенник, который перед Господом, был мал для помещения всесожжения и хлебного приношения и тука мирных жертв. И сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним, большое собрание, сошедшееся от входа в Ямав до реки Египетской пред Господом Богом нашим, семь дней и еще семь дней, четырнадцать дней. В восьмой день Соломон отпустил народ, и благословили царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему Израиль. Редактор субтитров А.Семкин